Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте! Это видео для библейского портала экзегет.ру и мы поговорим сейчас о книге пророка Аггея. Книга пророка Аггея написана, вероятно, в самом конце V века до Рождества Христова, шестого, конечно же, примерно одновременно с первой половиной книги Захарии и, вероятно, вскоре после книги Исаии Вавилонского. Более того, пророк указывает для своих пророчеств, для тех видений и слов, которые Господь к нему обращает, точное время, по которому мы, в общем, можем достаточно уверенно датировать. На самом деле мы скорее теперь датируем разные события эпохи возвращения из плена по словам книги пророка Аггея и других, чем наоборот. Итак, вот было слово Господне через Аггея пророка к Зарававилю. Дело в том, что когда израильтяне вернулись из плена, в частности, один из наиболее значимых, хотя и далеко не единственный караван, возглавлял Зарававил сын Салуфиилев, правитель иудеи, назначенный персами, тот, кстати, который упомянут в родословии Господа нашего Иисуса Христа, вот в это время люди говорили, что не приставайте к нам со своим храмом, лежит в развальных и лежит в развальных, потому что для того, чтобы его восстановить, потребуется куча сил, масса денег, это все сложно, а у нас точно так же в развалинах жилища, и вообще сначала нужно возродить жизнь, экономику, жилье. Ну, действительно, людям какие-то развальные обломки жилья остались, да, а потом уже будем строить храм, и вот наша задача сейчас вырастить себе урожай хотя бы. А Господь говорит, вот что, не пришло, да, народ сей говорит, не пришло еще время, не время строить дом Господень, а вам самим спрашивает Бог, сколько времени жить в ваших домах украшенных, когда этот дом в запустении. Себе вы уже все построили, уже там вставили пластиковые окна и все прочее, и все отреставрировали, что порушили. А значит, мой дом пусть остается вот в таком пренебрежении, и Господь говорит, вот что, смотрите, обратите сердца ваши на пути ваши. Вы много сеете, а собираете мало. Вы едите, но не в сытость, одеваетесь, но не согреваетесь. Зарабатывающий зарабатывает для дырявого кошелька. Господь говорит о том, что у вас все получается кое-как. Все, в общем, разваливается. Если вы пытаетесь получить урожай и прокормиться, то урожай, вместо того, чтобы быть большим, с избытками, этот урожай едва возмещает посеянное. И вот мы выбиваемся из сил, а результат очень неубедительный. И Господь вот говорит, ожидаете многого, а выходит мало. И даже то, что принесете домой, я развею. Почему? Да потому что мой дом, который в запустении находится. Вы бежите каждый к дому своему. Ну да, это очень клерикальный подход. И да, пророк Аггей, вероятно, как и Малахия, относился к левицкому священству. И да, это очень не похоже на тот образ религии, прости господи, духовной, к которому мы привыкли. Бог здесь прямо говорит, если я на первом месте, в чем-нибудь это выразить, про то, что надо, чтобы Бог был в центре внимания, благоговения, почтения. Он говорит через Малахию, здесь Господь предлагает выразить некоторым образом это отношение, эту центральность Бога. Хорошо, тогда постройте мой дом. Не то, чтобы дом ему был нужен, ну что тут говорить, конечно, нет. Но важно для нас самих, а как мы относимся к святыне. Пытаемся ли мы перед Богом сделать вид, что мы его чтим? Бог смотрит в глубину сердца, и надуть его нереально. Или мы действительно ставим Бога на первое место, и тогда, как дает. Сначала надо построить дом Божий, а потом дома человеческие. И Господь говорит, зайдите на гору и стройте храм, и я буду благоволить к нему и прославлюсь. Если вы хотите Божьего благоволения, стройте храм, дом молитвы. И дальше пророк Агей пишет, и послушались, Зарававель и Иисус, сын Иоседеков, первосвященник и прочий народ. И тогда Агей, вестник Господень, обратился от Господа и сказал народу, я с вами, говорит Господь. Когда все собрались начать строить храм Божий, Бог сказал, я с вами. И начались эти работы, началось строительство, потому что вот сердца этих людей откликнулись на призыв Божий, откликнулись, и они действительно явили делом, поступками своими, что Бог в их жизни, в их мире, их Господь, номер один.